Всем здарова, я снова на проекте Смотра Рэдж на тестовом сервере и сегодня будет достаточно интересный видос. У меня тут дилемма, либо сегодня я покупаю Агеру на тестовом сервере, она оказывается имбой, вообще крутой тачкой, которая мне нравится, я ее покупаю на основе. А если мне Агера все-таки не понравится, то на основе я продаю Вейрон, покупаю М5F90, да, вы не ослышались, М5F90 и вертолет. Зачем мне вертолет, расскажу потом, либо в этом видосе, либо вообще даже не придется рассказывать, надеюсь, если Агера окажется имбой. Короче, сейчас я поехал, Дива солью в Госку, для того, чтобы мне хватило на Агеру и куплю, затюню ее, посмотрим, как она все-таки будет ехать. Потому что на основе несколько людей мне говорили, что Агера полнейшее говно, а несколько людей говорили, что это просто имба. Поэтому сегодня мы в этом попробуем разобраться, короче. Ну и да, конечно же, снова напоминаю, если вы вдруг видите то, что я на основном сервере выиграл гонку, это значит то, что либо у меня стрим, либо вышел видос. Поэтому как только видите то, что я выиграл гонку, можете сразу смело ко мне заходить на канал, там что-то по-любому происходит. А, ну и на своих стримах я разыгрываю сейчас на каждом стриме и реальные деньги, и еще и деньги на смотре рейдж, поэтому... Еще плюс один повод зайти ко мне на стримы. А, ну да, кстати, Ламбо Сиан по-любому отлетает из моего списка тачек, которые я хочу купить. Потому что Ламбо Сиан точно едет очень плохо, у нее, я так понял, максималка в принципе нормальная, ну как нормальная, 435. А вот все остальные характеристики у нее в говне, и ускорение, и торможение, и вообще все, что только можно все придумать. Поэтому либо я покупаю Агеру, либо вертолет, либо жду, когда добавят какие-нибудь еще новые тачки, например, Регеру или что-то такое. Да, а Широн, кстати, мне нет смысла покупать, потому что у меня есть 200 миллионов, плюс-минус, и от Широна... Ну типа, да, Широн крутая тачка, но покупать его после Вейрона что-то как-то не хочется, я только на комиссию больше денег потрачу, чем получу профита. Так, Агера с салона стоит 180 миллионов, максималка 425, объем бака 90, окей. Поехали в тюнинг, можно даже не смотреть на цену, потому что, разумеется, никто из вас не будет тачку покупать за 180 и ставить на нее тюнинг. Понятно то, что если вы бы стали этим заниматься, то вы бы купили тачку с БУ. Да что за проблема на тестовом сервере, что-то вот все по езде все время идет, когда я хочу записать видос, сейчас вообще F3 не открывается. Так, отлично, короче, тачка купилась со второго раза, если что, без рофлов я купил тачку. У меня зависла игра, ну типа показывала то, что транспорт обновляется, и в итоге я перезашел, тачка так в F3 не появилась. Я пошел еще, короче, слил несколько тачек в госку, и второй раз, ладно, Агера купилась, хорошо. Так, с цветом я немного не угадал, но если честно, так сказать, мне очень нравится то, что у Агеры очень много черных деталей. Например, бампер, вот эта вот пленочка типа сверху, спойлер, жабры, вот эта вот херня на заднем бампере, оно все, короче, черное. И черные диски тоже прикольно достаточно смотрятся, только бы их тоже сделать какими-то типа глянцевыми. Короче, двухцветная Агера мне нравится, только я немного с цветом не угадал, но в любом случае мне бы все-таки желательно поиграть с квантом. И с ENB для того, чтобы понять все-таки какой цвет на нее ставить. Ну ладно, поскольку это тестовый сервер, но слушайте, да, сочетание какого-то и черного цвета мне, в принципе, если честно, нравится. Так, по зацепу, если честно, короче, вообще пока что мне нихера непонятно, как будет ехать эта тачка потом, когда я ее чипану. Но в стоке она определенно едет очень плохо, ну если сравнивать с тем же самым Вайроном, но как минимум я про управляемость. Да, я тут даже типа 330 только или как смог разогнаться, на Вайроне я сюда 400 постоянно залетал в этот поворот. Ладно, сейчас. Так, короче, мне позвонили, но пока я разговаривал по телефону, в принципе, смог настроить Агеру. И что я могу сказать? Что-то мне не нравится ускорение и управляемость тоже. Что-то как-то, короче, вроде и ведет себя-то очень прям хорошо. Я поставил опять чипс Широна. А на Широне чипс Вайрона. Вот как-то ее, короче, раскидывает по дороге. Что-то я, короче, вообще нихуя понять не могу. Как-то очень странно работает подвеска. Видимо, на Вайроне мне кататься всю оставшуюся жизнь, либо покупать вертолет. Так, давайте, короче, здесь для теста проедем. Мне потому что определенно есть чем сравнивать. Это прям в любом случае. Как-то она, короче, себя ультра неустойчиво ведет на дороге. Вроде устойчиво, но ее как-то, короче, раскидывает. Ой, что-то я тут всего 330 проехал. Я тут на Вайроне на этом месте до максималки разгонялся. До 400. Так, давайте еще один тест. Я этот заказ возил уже несколько сотен раз, наверное. И я каждый раз после заказа еду на гонку. Дождь, ты что, дебил? Дождь пошел нахуй. Пиздец. Ну, спасибо. Мне сейчас полчаса ждать, афк пока дождь закончится. Короче, тут я в Вайрон успевал разогнать 400 до вот этого первого трамплина. Вот реально вот здесь я его разгонял 400, а здесь я только 320 смог разогнать Агеру. Это какой-то бред, блядь. А, она еще и на максималке себя как говно ебаное ведет. Ее начинает, короче, сносить, когда вы едете на максималке. Ля, а так-то хотелось, если честно, покататься на основе на 425 километрах в час. Не, на максималке она себя прям очень странно ведет. Ее сносит, она начинает вилять из стороны в сторону, становится неустойчивой. Не, на максималке что-то я, короче, вообще ехать не могу, это пиздец. Вон, видели, как ее болтает? Ну, что это, как это? Не, не знаю, какой-то бред. Как бы я ни пытался ее настроить, ускорение у нее все равно говно. Ну, если сравнивать с Вейроном. Сейчас, короче, под... Сейчас, короче, тогда подожду, когда дождь закончится, еще чуть-чуть ее потечу. Может, реально с дождем ускорение хуже. Короче, как я и говорил, это бред полный. Тачка за 6 секунд разгоняется до максималки. Что бы я ни делал, я все это время менял всякие настройки. Это я смог добиться самого своего максимального ускорения, в принципе, которое только я смог. Экспериментировал, менял каждый параметр, изменял их. Ух ты, блядь, друг с другом. Короче, и вот так вот, да, постоянно происходит на почти максимальной скорости. Где-то после 350-360 происходит вот такая вот хуйня какая-то странная. С тачкой, что бы я ни делал. И управляемости все равно как-то, короче, не появилось. Короче, я не знаю. Либо я где-то накосячил, я криворукий, хотя вроде как нормально настраивал тачки. И даже Вейрон смог с нуля типа настроить уже. Примерно понимаю, за что отвечает каждый параметр. Ну и да, если тратишь столько времени, то по-любому что-то должно произойти. Потому что можно менять только подвеску. В принципе, нет подвески, все и так понятно с параметрами. Короче, нет. Агера мне не понравилась. Не знаю, может быть кто-то на основе даст какой-то уникальный прикольный чипет. Покататься, проверить, потестить. Может быть мне зайдет. Но пока что то, что я увидел, скорее всего нет. Агерку я покупать не буду. Буду ждать либо новую тачку, либо сейчас буду продавать Вейрон на стримах. Всех люблю. Всем спасибо за то, что смотрели. И всем пока.